Мы живем в эпоху личного бренда, и если ты сам не занимаешься своим продвижением, то вряд ли за тебя кто-то это сделает. Ты 15 лет что ли? Камон, какой тикток? Одно из правил игры это то, что ты постоянно получаешь хейт. Подавляющее большинство людей не достигает успеха, потому что просто не доводит дело до конца. Ничего крутого в этом нет, если вы упахиваетесь. У человека метаболизм мозга позволяет ему работать на пределе интеллектуальной нагрузки 4 часа в сутки. Все. Твердой гарантии здесь быть не может по определению, и поэтому большинство людей ничего не делает. Делай, что делают все, и ты получишь, что все. Примерно ничего. Хрен его знает, куда этот мир катится. Привет, я Радислав Гондаквас, и вы смотрите очередной выпуск подкаста «Лидерские стратегии». Мы исследуем стратегии успешных людей, приглашаем в гости тех, за кем идут, на кого равняются. И в этом подкасте вы получаете для себя инструменты и мотивацию двигаться вперед, реализовывать свой потенциал максимально полно. И сегодняшнего гостя с удовольствием представляю. Артем Сенаторов, с которым мы знакомы близко и давно, и сотрудничали, и сотрудничаем с большим удовольствием. И я даже удивляюсь немного, почему тебя раньше не было на моем подкасте. Пару слов, если вдруг тебя не знают. Артем – журналист, писатель, создатель, основатель литературного агентства. Он в этом преуспел, но известность ему принесло не это, а проекты, связанные с технологиями продвижения продуктов в социальных сетях. Ты говоришь, я записываю рилс каждый день, выкладываю их рилс. Ну, короткие, все знают, наверное, короткие видео, которые могут быть либо смешными, развлекательными, а могут способствовать известности автора, продвигать, развивать. Экспертные мы их называем, да. Да, экспертные рилс. Люди проявляются через рилс, люди проявляются в той деятельности, которой они занимаются. Зачем человеку вообще отсвечивать через соцсети? Ну, вероятно, потому что мы живем в эпоху личного бренда, и если ты сам не занимаешься своим продвижением, то вряд ли за тебя кто-то это сделает. А рилс – это самый простой на данный момент способ сделать так, чтобы о тебе много людей узнал. Потому что рилс сильно больше охватов получает, чем сториз, и тебя и своя аудитория видит, и при определенной доле везения и выполнения алгоритма еще и новые люди. Вот поэтому я рилс снимаю с 2 апреля, я прям запомнил, 22 года. Каждый день вообще без пропусков, даже когда температура была, даже в дороге, даже в аэропорту. Просто я вот себе такой челлендж взял, и неплохо сработало. Плюс 100 тысяч подписчиков, плюс 5 тысяч клиентов из рилс. Ну, то есть это работает прямо сейчас. Огромное количество людей не добирают, не дополучают внимания, интереса, спроса, потому что боятся, стесняются, им неловко, как же так, камень, ой, не снимайте меня, не снимайте. Как перебороть страх публичной проявленности вот этого вот, на меня все смотрят, как же так? Ну, во-первых, если вы только начинаете снимать рилс, на вас не особо все смотрят, а так кое-кто. Я это переборол в свое время через банальное повторение. Мне кажется, очень приятная такая простая понятная метафора – это вождение автомобиля. Когда первый раз, получив права, один выезжаешь в город, это стрёмно. Впечатление, что все на тебя смотрят, а вообще все только о тебе и думают. Правильно. А потом через какое-то время приходит опыт, и можно уже и радио переключать, и кофе пить, и как-то педали сами нажимаются. То же самое здесь. Если ты начинаешь и не сливаешься, а продолжаешь продолжительное какое-то время определенное, то это просто становится привычкой, и все. Я провожу бесплатный интенсив «5 ключевых навыков будущего». Бесплатный, 3 дня, 5 ключевых навыков, которые помогут вам реализовать свой потенциал более успешно сейчас и в обозримом будущем. Регистрация по ссылке в описании. Кликайте, пока мы говорим, регистрируйтесь, и на днях увидимся с вами в эфире. В телеграм-канале у тебя написано следующее. Ты пишешь, чтобы стать богатым в наше время, нужно уметь привлекать внимание, что сейчас вот как бы маркетинг внимания и так далее. Если люди следят за тем, что вы делаете, и не забывают о вас, то вы звезда. Как монетизируется внимание? Я считаю, что внимание – это самая сильная валюта нашего времени. Если человек действительно может на себя обратить внимание, его удержать, то он может потом делать что угодно. Мы видим огромное количество звезд, которые начинают преуспевать в разных нишах. Например, если взять западных блогеров, которые сейчас начали устраивать бои по боксу, боксерские поединки. Например, Джейк Пол, YouTube-блогер. Так вот, он за свои бои получает больше, чем профессиональные боксеры, которые всю жизнь на это положили. Почему? Потому что у него есть внимание. Если бы он вместо этого, я не знаю, фильм бы снял полнометражный, или собирать стадионы на свои музыкальные концерты, у него тоже бы получилось. Потому что у него есть эта валюта. И как он ее разменяет, это было уже право. Даже при том, что делает он это хуже, чем профессиональные певцы. Намного, да. Но при этом есть огромное количество профессиональных певцов, боксеров, которых никто не знает. Соответственно, они не могут привлечь это внимание, и его монетизировать их просто не хотят смотреть. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мы вот в такое время живем. Я вот прекрасно застал этот переход, когда уже появились соцсети, и звездами там становились звезды других индустрий. Ну, то есть, например, есть какой-нибудь телеведущий, популярные передачи. Вот он регистрируется в какой-то соцсети, и у него сразу идут подписчики, потому что у него есть аудитория из телевизора. А сейчас все поменялось на 180 градусов. Если у тебя есть большая аудитория в соцсетях, то тебя будут приглашать... В телевизор. В телевизор, да, например, вести какую-то программу. И даже предложат деньги за то, чтобы ты потратил свое время и появился в телевизоре, потому что это привлечет в программу зрителей из твоих социальных сетей, а значит, и деньги от рекламодателей. Совершенно верно. Поэтому, друзья мои, если кто-то еще сомневается по поводу того, нужно или не нужно как-то проявляться в соцсетях в наше время, я думаю, что пора уже всякие сомнения отбросить. Я исследую тоже, что происходит в этой области. Все-таки второе высшее у меня маркетинговое. И я заметил интересную вещь, которую раньше представить было невозможно. Раньше как? У тебя есть продукт, ты его производишь, начинаешь продвигать. Сегодня происходит такая интересная вещь. Появляется, допустим, девушка-блогер, она разгоняется до миллиона в инсте или где-то еще на попе, на выныривании из бассейна вот так вот с волосами, на поцелуях на закате с возлюбленным, так с забрюленным, потому что на его месте может появиться другой через какое-то время, через какие-то истории про свои отношения, которые никак не складываются. А потом, бам, под ее брендом появляется, ну, белье или косметика, или сеть салонов красоты, или что-то еще, которое может быть на самом деле, она не имеет ни малейшего отношения. Это какой-то ноунейм-производитель, которого она не искала, который нашел ее и сказал, у меня есть трусы, у тебя есть лицо, у тебя есть попа, давай будем продавать мои трусы через твою попу. Или давай будем продавать косметику, у тебя миловидное лицо, хорошая кожа, и сделаем вид, что ты разработала косметику, которая тебя удовлетворяет максимально, и полетела косметика. Ну, или что-то еще, турагентство, что угодно. То есть товар появляется, когда уже есть канал коммуникации, довольно раскрученный. Но здесь нужно сделать одну ремарку, это то, что не надо обесценивать вот эту работу. То есть выглядит так, появилась какая-то девочка с симпатичным лицом, и она разогналась до миллиона, показывая закат. Иди покажи закат таким образом, чтобы на тебя подписались. Иди расскажи эту историю любви таким образом, чтобы там была драма, расставание, беременность. Кстати, очень круто поднимает охваты. У меня в день, когда родилась дочь, в марте 23-го года, рекордные охваты в сториз были. Ну, то есть, как бы люди следят за человеком, как, не знаю, как реалити-шоу. То есть сейчас я это очень хорошо вижу в моей любимой нише, в книгах. Потому что у всех блогеров, неважно из какой соцсети, так или иначе, рано или поздно появляется книга. Они что, все с литературным талантом, что ли? Нет. Просто издательство предлагают тем людям, у которых есть аудитория, потому что они знают, если есть аудитория, значит, будут продажи. Издательство – это организация, ориентированная на коммерческую прибыль, они хотят каких-то гарантий. Именно поэтому, как только у вас появится тысяч 50 подписчиков, если вы думаете написать книгу, сначала наберите людей. Потому что в обратную сторону это не работает. Ты можешь написать новую Анну Каренину, она никому не нужна вообще. Я уверен, что время от времени появляются хорошие литературные произведения, крепкие, о которых никто не узнает, потому что они не… Знаете, тут работает петля такая, люди читают то, что люди читают. Вот, ну, если твои 50 тысяч подписчиков, там, 10% купили твою книгу, 5 тысяч – это минимальный тираж, у тебя 5 тысяч есть экземпляров, у тебя 500 отзывов, и полетели, книга начинает допечатываться, продаваться, продаваться, продаваться. Куда катится мир? Ну, я сейчас беру без уровня, просто вот куда вот в этой парадигме куда он катится? Мы люди, которые 35+, давайте обсудим, куда катится этот мир, как он прогнил, да, и как в наше время все было гораздо лучше. Что нас ждет? Куда будет? Есть две, ну, как бы, базовые гипотезы. Первая – все, дойдя до некого предела, обрушится и вернется в исходное состояние. Есть другое – это перейдет в какое-то качественно нечто другое, потому что переходить количественно уже дальше некуда. Я думаю, что хрен его знает, куда этот мир катится. Почему? Потому что я вот тот человек, который максимально долго пытался не развивать соцсети. Слушай, ну у тебя же какой-то просто ракетой взлетели все проекты в интернете, просто в какое-то впечатление, что за считанные месяцы. Я просто понял, что наличие продукта, его недостаточно. Нет, это важно, но это недостаточное условие для того, чтобы был результат. Конечно, потому что самое важное, это помимо продукта, сделать так, чтобы люди знали о том, что ты существуешь. Вот если вы работаете на себя, у вас есть какой-то аккаунт в соцсетях, вот представить ситуацию, что в 10 раз больше у вас аудитории, в 10 раз больше людей просто знает, что вы есть, у вас сразу будет больше и денег, и заказов, и всего остального. Если человек работает в найме, это как-то влияет на карьеру? Конечно, влияет, потому что специалисты на одной и той же позиции, они могут стоить по-разному. И это не только из профессиональных компетенций складывается. Если у человека есть медийный ресурс, он может продвигать и бренд-компании в целом. Ну короче, там много разных вариантов сразу открывается. Вспомнится опыт Гарри Винверчука, который Гэри Ви чаще его называют. Семья иммигрантов, которые открыли небольшую рюмочную... Винную лавку, да. Винную лавку, лавку винную. И он, работая на отца, потому что, блин, надо как-то выживать, вовлечен был в этот бизнес, он стал о нем рассказывать в социальных сетях о вине. Ну что ты сказал, блин, о вине ты можешь рассказать? Ты не эксперт, не с эмельея. И он начал что-то такое подписывать о вине, разрослась база подписчиков. Магазин стал сетью огромной, онлайн-продажи бешеные и так далее. Казалось бы, как конкурировать лавке с другими продавцами такого же вина, даже не производителю. Однако, вот как соцсети сработали. Это просто в пользу того тезиса, что даже в найме можно стать лицом бренда и принести пользы больше, чем весь отдел маркетинга вместе взятый. С миллионными бюджетами. Более того, потом Гарри Ви стал лидером мнений в области онлайн-маркетинга. И сейчас, я думаю, что он онлайн-маркетолог номер один. И, кстати, если вы смотрите Радислава Гондопаса, можно посмотреть, что делает Гарри Ви. У него есть правило по поводу контента. Каждый день пост в каждой соцсети. То есть, например, у него каждый день выходит рилз, каждый день выходит тикток, по-моему, даже не один. То есть, вот он делает это, потому что мы не знаем, какой из рилзов, это называется, залетит. Ты можешь неделю убить на то, чтобы снять ролик, он никому не нужен. А можешь снять что-то, это называется, для метражу, ну, то есть, просто вот надо что-то выдать. Каким-то магическим образом он через три месяца становится миллионником. У меня вот такое было. Я скажу так, охват сторис говорит нам, что видят твои сторис не все люди, а ты можешь какой-то тезис или какое-то предложение сформулировать сторис сегодня и завтра, а посмотрит как раз, ну, завтра посмотрят другие люди, другие 5, 10 или там 200 тысяч, посмотрят другие люди и они купят, а вчерашние не купили, например, что-то, не воспользовались. Тут мне вспоминается случай, когда руководитель одной нефтедобывающей компании, не в нашей стране, летел в самолете из Вашингтона и перечитал все, что у него было с собой. Человек, он в возрасте, и поэтому у него не было планшета, электронные книги и так далее, просто перечитал все. И он говорит помощнику, иди по салону, найди мне что почитать. И помощник ходил, спрашивает, люди, у Вас нет что-нибудь почитать такого? Там была камасутра для оратора. Кто-то дал, вот, говорит, журнал, я, говорит, дочитал журнал, ко мне обратился за пару месяцев до этого, какой-то эзотерический журнал, и они говорят, мы хотим, значит, в этом статью. И все во мне кричало, ну, не делай этого, а какой-то маленький человечек во мне сказал, да дай ты им какой-нибудь уже написанный материал. И я дал какой-то написанный материал, там ни слова не было про эзотерику, там про публичные выступления и так далее. И они каким-то образом его прикрутили к теме журнала. Ну, типа, там, какие знаки зодиака лучшие ораторы? Там, ту-ту-ту-ту-тум. Кстати, на эту тему автор на этом рубрике. И у меня в конце, на последних страницах, был какой-то материал. Может быть, это пару глав из книги Хамасутра для оратора. И что ты думаешь? Ассистент приносит ему этот журнал, тот открывает, глава нефтяной компании, журнал про эзотерику, энергия вселенной, там, эти все чакры и прочее. Он как-то пролистал и очень быстро долистал до последних страниц. О, ну вот, по делу что-то про публичные выступления. Прочитал и говорит помощнику, найди мне этого парня, я хочу с ним. И это был мой, ну, один из самых крутых контрактов. Я летал к нему, два-три дня сидели, готовили какие-то суперважные ответственные выступления. И мне очень прилично платили, оплачивали бизнес-классы обе стороны, там, и так далее. И этот лид пришел из ничего не значащей статейки в каком-то очень маленьком эзотерическом журнале. Я к чему? Проходная рилс, проходной пост, проходная сториз, к которой ты вообще... Можешь сработать, да. Вдруг, пам, кого-то триггернуло, или пришлась под настроение, или под запрос. У человека там горячий какой-то запрос есть, и вдруг, а, идея, и он к тебе прилетает. Ну, то есть, есть такое правило бизнеса, мне очень нравится, называется, контакты ведут контрактом. Если тебя никто не знает, то тебя никто не купит. Поэтому, что сделал Радислав, мораль всей басни какая, да, используй все каналы возможные. Какой-то там задрипанный журнал, окей, ладно, вот вам комментарии и так далее. Потому что мы не знаем, какой из шансов сыграет. Я смотрю на рилс, как на лотерейные билеты. Представим, что есть лотерея, где можно выиграть джекпот, а билет бесплатный. Потому что ноль рублей стоит опубликовать ролик, правильно? И я не понимаю искренне, почему люди расстраиваются, когда их рилзы не залетают. Вот, у меня мало просмотров. Какая разница, ты ничего не платишь. Но я все равно, чтобы взять в лотерейный билетик, не выиграл. На следующий день еще один, не выиграл. Не буду больше врать их. А я каждый день беру билетики, какие-то сыграют. Как сказать, вот лично для меня запись рилз, это работа. Прям вот я к этому готовлюсь, я прям вот продумываю текст. Мне нужно как-то понять, где поставить свет человека. Я еще сам не снимаю, мне человек должен. Или мне нужен кто-то по ту сторону камеры, кто мне будет давать подачу. Вбрасывать фразу, с которой я страхован. Это прям вот усилие над собой. Я не знаю, я смотрю твой рилз, какая-то легкотня. Такое впечатление, что между делом это все делаешь. Как себя заставить делать то, что нужно, когда нужно? Ну, во-первых, нужно понимать, каким образом я делаю рилз. Я их делаю максимально просто. То есть мои рилз, большинство из них, это просто я стоящий у стены, записанный на айфон, где я что-то говорю в камеру. У меня очень слабый визуал, у меня нет никаких-то замороченных съемок, яркого монтажа и так далее. Это все делается на изи. Почему? Потому что мы берем здесь количеством. Я считаю, что самое главное, это польза, которую получает человек из роликов. Потому что рилз, как музыка, бывают разные. Есть рилз, которые на визуале, это какой-нибудь красивый закат. Есть рилз смешные, как упал там кто-нибудь. И в этом смысле набрать просмотров несложно. Я однажды снял рилз, где я был на границе дождя. Это знаете, когда ты стоишь сухо, а через 20 метров ливень идет. Я просто взял телефон, снял, вот смотрите, у меня сухо, а там ливень идет. Сразу миллион четыреста тысяч просмотров. Толку ноль, потому что это не экспертный ролик. Но когда я снимаю ролик, где я говорю, например, про онлайн-продажи, или рилз о том, как снимать рилз, там просмотров будет сильно меньше. 20 тысяч, 30 тысяч, ну относительно там почти полутора миллионов. Но эти 20 тысяч весят больше, чем тот миллион. Потому что люди поняли, что я в этом разбираюсь. Они могут подписаться, они могут там взять какой-нибудь бесплатный материал, а потом что-нибудь купить. То есть начинается то, что называется воронкой. Вот, и чтобы эта воронка имела наиболее большой вот вход, я снимаю рилз каждый день, делаю это не заморачиваясь. А сейчас еще я дальше пошел. Я теперь свои вебинары, которые провожу, ну примерно раз в месяц, я их записываю на профессиональную камеру с оборудованием. И дальше у меня команда, которую я обучил. Они это нарезают на, я не знаю, там 20, как правило, можно роликов взять из одного вебинара. Процитирую твой канал. У людей есть деньги, они готовы платить за ценную информацию, они просто не знают, что вы существуете. В общем, фраза почти повторяет то, что ты сказал сейчас. Во-первых, как человеку понять, за какую информацию ему могут платить. Вот у меня, например, время от времени просыпается во мне самозванец, такой говорит, да хорош, за эту информацию деньги брать, да в открытых источниках. И это во-первых. Во-вторых, я вообще не умею давать информацию платно и бесплатно, разного качества, объема и так далее. Вот я не умею. Информация, но без ключей. У меня не получается. Я выдаю, так уж выдаю. Правильно, так и надо. Я не сторонник того, что нужно в бесплатном публичном поле как-то ограничивать себя, и вот этого я вам не скажу. А если я сейчас все расскажу, то меня никто не купит. Люди все равно ничего особо не делают с вашей информацией, которую вы даете бесплатно. Но они могут понять, что вы ей обладаете, что вы можете быть полезным. Отвечая на вопрос, а какая именно информация нужна, это очень легко на самом деле определить. Та, которая помогает человеку решить какую-то проблему в его жизни. Когда ребенок по ночам не спит, то мы можем взять консультацию врача, который объяснит, почему это так происходит, что с этим делать. Или если у человека поднимается тревожность, он может обратиться к психологу и получить информацию о том, что ему делать, чтобы эту тревожность снизить. Это решение конкретной проблемы, но в формате услуги, а не сервиса. Ты автор книг, больше 20 книг. 25 книг написал, да. 25 книг. Суммарный тираж? Чисто моих книг более полмиллиона продано, бумажных. Я еще где-то 68, по-моему, я считал, книг помог написать. Вместе с ними более полутора миллионов. Помог в каком качестве? Как это называется? В качестве литературного продюсера. Я вот долго думал, как себя называть, потому что я издатель. Нет. Я редактор, да не только редактор. Когда ты продумываешь концепцию книги, помогаешь человеку написать, то есть мы не пишем за человека. Это литературные негры, как это называлось в 90-е годы. Да, в свое время так это называлось. Я называю это литературное продюсирование, потому что очень большое отличие. Отличие в том, что у нас нет отсебятины. И мы делаем книги в основном через интервью. Продумывается концепция книги, появляется оглавление. Дальше мы задаем очень много вопросов. Не в формате, Радислав, расскажите, как вы стали таким крутым. А вот здесь непонятно, тут требуется история, здесь давайте пример подумаем. А тут надо как-то более проще объяснить. И получается огромный массив звука. Это все расшифровывается, дальше придается этому структура, литературная обработка. И вот получается текст книги полноценный, но который при этом авторский. То есть весь материал там оригинальный. Не самая очевидная деятельность. Как ты к этому пришел? К писательской, во-первых, деятельности. Вдруг оказывается, что у тебя есть талант писать. И более того, ты понимаешь, Пушкин написал прекрасное произведение. Но я почти уверен, что если Пушкин занялся бы литературным менторингом, взял бы какого-то начинающего писателя Гоголя, и он вряд ли бы смог научить его писать, как он или даже лучше. И вряд ли смог бы помочь. Я не знаю, но это гипотеза. Что большинство людей, которые делают что-то, не в состоянии помочь другим сделать то же самое, перейти к таким же результатам. Как ты в себе это открыл, во-первых? Как ты к этому пришел и что ты для этого сделал? Ну, изначально я был студентом и искал работу, на которую не надо ходить. И я придумал писать статьи в журналы. Идеал большинства студентов. Учиться в университете, в который не надо ходить, и сдавать экзаменов. Вот в университет надо было ходить, а на работу нет. Я понял, что если я буду писать статьи в журналы, а в нулевые годы, это был расцвет глянца, были журналы на все вообще темы. И я просто подумал, а какие я сам читаю. Я читал игровые журналы, я играл в приставки, я читал разные мужские журналы. Вот туда я и предложил свои услуги. Это было фиаско вообще. В общем, то, что сейчас записывают подростки в Ютьюбе, как он играет в какую-то игру. Обзор, да. Только тогда это было в виде статей. И я писал письма в разные редакции. Я вот такой талантливый. Дайте мне тестовое задание. Мне из одной редакции ответили. Мне сказали, это был журнал «Хулиган». Он назывался, был такой журнал. Так вот мне оттуда ответили и сказали, чувак, ты уже неправильно делаешь. Кто ты такой, чтобы мы тебе давали тестовое задание? Ты никто, ты ноунейм. Это ты. Пришли нам какой-нибудь текст, который ты считаешь, что подходит для журнала. И мы посмотрим, на самом деле он толковый или нет. Я тогда придумал лайфхак. Я хакнул эту систему. Выяснилось, что у каждого журнала есть свой сайт. И на каждом сайте своя редакция. Иначе зачем бы этот сайт нужен был? Если ты пишешь статьи за бесплатно несколько штук на сайт, то потом они рассматривают сильно быстрее твои заявки, как уже автора журнала. Потому что ты вроде как свой. И я тогда писал статьи по ночам. То есть днем учился, вечером-ночью работал. И деньги я получал гонорары почтовым переводом. Прикиньте, не было Сбербанка. Ну, ничего не было. Никаких там Яндекс.Денег. Это нужно было ходить. Приходит в почтовый ящик такое вот уведомление. И тебе отчитывают. Вот такая была работа. Идешь на почту и получаешь наличные. Да, это было в 2006 году. С 2006 года мне платят за тексты. В 2011 году вышла моя первая книга. А в 2016 году первая книга, которую я спродюсировал. То есть помог написать. Ко мне просто стали обращаться. Книги очень круто мои продавались. А как ты это сделал? Подскажи, как с издательством сотрудничать? А как выстраивать содержание? И так далее. В какой-то момент я просто сказал. Давайте я все сделаю. Вам помогу. И так вот эта ниша появилась. Есть два способа преуспеть. Закладываем их в детстве. Два человека достигли одинакового успеха. Их спрашивают. Как ты добился успеха одного? Он говорит. Ну как. Мои родители были для меня всегда примером. Я видел, как вкалывает мой отец. Как он ставит большие цели. Как он вовлекает других людей. И я делал то же самое, что он. И преуспел больше, чем он. Потому что я уже был наученным опытом. Другого спрашивают. Как вы добились успеха? Он говорит. У меня родители нищеброды. Отцу всегда было плевать на сколько он зарабатывает. Он менял места работы. И я когда смотрел на него, думал. Я никогда таким не буду. И вот я делал противоположные вещи. Твое детство. Как повлияло на уровень твоей успешности? Это, кстати, не пустые слова. Потому что я в курсе заработков Артема. Мы не будем здесь называть числа. Но это очень. Мы не будем озвучивать все 200 тысяч рублей. Годом в год. Это очень существенная цифра. Это феноменальный успех в этой нише, я должен сказать. И поэтому, естественно, задаю вопрос. Что заложило детство? Родители учили этому? Или наоборот, ты через отрицание родительского образа жизни и их ценностей пришел? Ну, сейчас, на самом деле, сложно сказать, что именно повлияло. Отец всегда много работал. И я у него от этого взял. И, на самом деле, я от этого страдаю. У нас в стране, я вижу, есть культ хардворкерства. Ничего крутого в этом нет, если вы упахиваетесь. Я, на самом деле, раньше этим гордился. Вот я такой человек. Еще по выходным работаю. Это у нас социально одобремое поведение. Смотрите, как рано приходит, как-то поздно сидит. Здесь мерила работы усталость, пел Наутилус Помпилиус. Да. У меня самый главный, мой челлендж сейчас, это даже не денег заработать, а сделать так, чтобы у меня было время, когда ты отдыхаешь и не ругаешь себя за это. Потому что я могу выделить день на отдых или даже больше. В какой-то момент я думаю, надо было чем-то полезным заняться. Как-то я там в PlayStation играю. Знаешь, меня немного отрезвила информация, а я очень увлечен антропогенезом. Как мы сформировались, как вид и какие у нас есть заданные характеристики. У нас есть заданные характеристики, неизменяемые. Ну, как у твоего компьютера есть жесткий диск, у него определенная емкость. И ты ничего с этим не сделаешь, ты можешь только поменять жесткий диск. У человека метаболизм мозга позволяет ему работать на пределе интеллектуальной нагрузки 4 часа в сутки. Все. Ты можешь дробить это время по полчаса, чтобы утомления не было. Ты можешь одним махом 4 часа отработать, но дальше все. Дальше твой мозг должен остывать, отдыхать и так далее. Конечно, ты можешь крутить этот жесткий диск и 8, но парадокс в том, что каждый следующий час эффективность будет драматически снижаться. И 10 час работы подряд будет просто в ноль. Ну, или ты будешь из него работать 10 минут, 7 минут, а все остальное время это транзакционные издержки, трение, динамик угасить. И это меня так прям поставило на место, я стал делать следующие вещи. Я просто делаю работу за 4 часа рывком. По факту ты все равно встал, походил, подумал. Нет, вот сядь, но буквально не вставая. 4 часа, ты войдешь в ритм, ты не заметишь их. Человек же читает 4 часа. 4 часа сидишь книгой и полкниги, ба-бам, прочитал. Да, с каким кайфом. А потом все. А потом ты смотришь на страницу и эти буквы не складываются в предложения и фразы. Успешные люди, это люди, которые впахивают 24 на 7, или это люди, которые стремятся к тому, чтобы максимально высвободить время для чего-то еще. У меня любимый жанр книг это биографии или автобиографии выдающихся людей. Там есть примеры того, как люди пахали просто безвылазно. Например, Стив Джобс, когда делал первый Макинтош в 80-х, он собрал команду, у них были футболки с надписью 90 часов. Имелось в виду, что их рабочая неделя состоялась в 90 часов. То есть это больше, чем в два раза от той, которая у нас сейчас 40-часовая. То есть они были хардворкеры и считалось, что ты вообще должен только спать и работать. Они даже жили там. С другой стороны, когда я читал биографию Роллинг Стоунс, то они там так тусили, что удивляешься, как вообще еще находилось время какие-то альбомы записывать. То есть они просто, ну... Работали тусовщиками. Вот они, да, 4 часа в день максимум, что они могли, и то, наверное, не каждый день, не сильно заморачивались. Понятно, там едешь в тур, записываешь альбом, но у них не было никакого хардворкерства в том смысле, как мы это... Не вылезая из студии, пилить ноты, арпеджио играть бесконечно. Ну, кстати, сразу видно, что они не слишком много играли арпеджио в жизни, судя по тому, как они держат ритм и берут аккорды. Это, конечно, очень берет за душу, там души много, но какого-то исполнительского мастерства, виртуозности мы не найдем, пожалуй, у Роллинг Стоунса. Ну, как видно, это и не необходимо. Ну, кстати, между прочим, в соцсетях же примерно та же вещь происходит. Совершенно верно, да, именно так. Ну, то есть, самое главное в соцсетях, вот мы с этого начали сегодня, захватить внимание, удержать, как-то вот привлечь его. В этом нет ничего плохого, это не про шутовство и не про то, чтобы быть самым ярким. Не про лиховестность и поверхностность. Да, это про то, чтобы быть самим собой в хорошем смысле. Мне нравится эта цитата, все роли заняты, кроме твоей. Вот, будь собой. А что значит будь собой? Это значит, что перестань пытаться быть как другие. Потому что, когда, продолжим пример, появились Битлз, и они стали просто мировыми знаменитостями в одночасье, огромное количество The Group появилось с такими же прическами, в такой же одежде, и большинство из них не добились ни черта вообще. Были Роллинг Стоунс, которые считались группой номер два, но они были антиподами Битлз. Они одевались в другую одежду, у них были длиннее волос. Это сейчас кажется как будто одинаково. Хулиганское поведение, хулиганский вид, абсолютно асоциальное поведение. Роллинг Стоунс нашли свой авторский стиль. Который абсолютно противоположен стилю number one, top one. То есть, они отличались от остальных, и поэтому они до сих пор известны. То есть, копирование лучших кейсов не является, как сейчас говорят, референсов, не является путем к успеху. Я считаю, что в любой творческой работе да. Я постоянно слышал эти советы, даже в книгах я такое часто читал. Если вы хотите стать успешным, найдите человека, который уже успешный, сделает то же самое, что он. Если нужно открыть палатку с шаурмой, возможно, нужно спросить того, у кого есть успешная палатка с шаурмой. Но когда вы занимаетесь любой творческой работой, а рилс я сюда все-таки тоже отношу. Важно понимать базовые правила. То есть, правила игры нужно установить. Ты не можешь выиграть, если ты не знаешь этих правил. Но уже внутри контента, когда ты выходишь в ежедневную рутину, как в моем случае, нужно делать это таким образом, чтобы это было только твое. А значит, не на потребу публики. Значит, не для лайков. Ты делаешь ролики для того, чтобы ассоциироваться с определенной нишей, а не для того, чтобы их посмотрели. Это сильно более важно. И когда ты остаешься собой, ты понимаешь, что одно из правил игры, это то, что ты постоянно получаешь хейт. Постоянно есть люди, которые не согласны с тобой. У вас будут хейтеры, если вы будете постоянно снимать рилс. Они каждый день вам будут объяснять, что вы не правы. Как сказал боец UFC на Эддиос, если я тебе не нравлюсь, но ты все равно на меня смотришь, ты все равно фанат. Ты меня хейтишь, но ты меня смотришь. Интересно, не отписывайся от меня. Это интересный подход. Между прочим, я заметил особенность одну. Я же подмечаю, что успешных людей объединяет. Я вижу, что нет корреляции между уровнем образования и уровнем успешности. Нет корреляции между воспитанием и уровнем. Нет происхождения. Есть из детского дома, из плохой семьи, из хорошей семьи. Но вот есть одна корреляция абсолютно точная. Это толерантность к провалу и хейту. Человек, который отправляется в путешествие по дороге успеха, предполагает, что он может не дойти, зайти не туда, не добиться, провалиться или еще не один раз провалиться. И он не взмахивает руками. Боже, я шел по пути успеха, чтобы преуспеть. Как же так? Я потерял что-то. Наоборот, он говорит, ага, ну потерял, окей. Или когда ему начинают в спину осуждать или критиковать то, что он делает, он это воспринимает как норму, а не болезненно кусает локти. Боже, боже, меня не принимает мир. Подавляющее большинство людей не готовы делать что-то, качественно менять свою жизнь, если не получат твердых гарантий, что эти усилия приведут к результату на 100%. А твердой гарантии здесь быть не может по определению, и поэтому большинство людей ничего не делает. По определению успех это вообще никаких гарантий. Средний результат, это гарантированно получишь. Делай, что делают все, и ты получишь, что все, примерно ничего. Если ты будешь делать что-то исключительное, выдающееся, особенное, ты вступаешь на тонкий лед, ты уже дальше не знаешь, это путь неопределенности. И ты, знаешь, когда сейчас разматывают в обратную сторону биографию успешных людей, читаешь это, и создается полное впечатление, что человек шел как по карте, как по навигатору, шаг за шагом, если такие правильные-правильные шаги, и даже провалы какие-то правильные, он всегда извлекает из них правильные уроки, двигается дальше, что на самом деле не так. Человек идет просто с закрытыми глазами в надежде, что его действия перейдут к результату, и он готов корректировать свои действия на каждом этапе. Ну, конечно, да. И более того, мы видим постоянно примеры, что отношение к ошибкам влияет. То есть не их наличие или отсутствие, а отношение к ошибкам. Ну, то есть если ты относишься к ошибкам как к ступеням на пути к конечному успеху, итоговому какому-то глобальному, значит, тогда это не ошибки, а просто этапы, которые нужно пройти. У меня в 2020 году была такая история. Я летом в августе начал развивать ТикТок, и очень много людей крутило пальцем у виска, типа, ты, тебе за 30 в подростковую соцсеть. Ты 15 лет, что ли? Камон, какой ТикТок? Да, примерно так мне и говорили люди. Самое интересное было в том, что я уже тогда делал экспертные ролики, то есть это была говорящая голова в кадре, один из самых, на самом деле, популярных жанров, educational stand-up, это когда ты что-то говоришь в камеру, что человеку интересно и или полезно. Так я снимал по три ролика в день, я очень удивляюсь, когда люди не могут сейчас выкладывать один рилс, я снимал три ролика в день, каждый день, и первые два с чем-то месяца это не нужно было никому. То есть ТикТок сам дает просмотры, как известно, да, ты не знаешь, какое количество людей посмотрит. Он сам решает, кому показывать и сколько, да? Да, и вот он решил показывать примерно никому. То есть я два месяца это делал в молоко, я просто искал, я все равно буду это делать дальше, и все. Можно было остановиться, искать, я, честно, делал два месяца, у меня ничего не получилось, вон сколько роликов снял, с чистой совестью, ну, значит, пойду дальше книги писать. У меня включается в этот момент какой-то челлендж, ну, типа, как же так, ну, должна же быть какая-то схема, какой-то алгоритм, чтобы все-таки хакнуть это, попасть. И в итоге потом какой-то у меня на третий месяц вот этой ежедневной работы какой-то ролик набрал 5 миллионов просмотров. И с этого там набралось очень много, там еще было порядка 10 роликов миллионников, 500 тысяч подписчиков в итоге, то есть я стал, на ТикТоке меня дети на улице узнавали, то есть вот это было первое такое соприкосновение с популярностью. Пожалуйста, заметочку вы сделаете. Есть несколько причин, почему люди не добиваются успеха, имея потенциал к этому. Я эту давно тему исследую, я там на тренинге даю упражнения определенные, я, в частности, даю надувать шарики, и даю там общее задание надуть шарики, бросаю шарики в зал, и люди надувают шарики. Я говорю, ну, нужно, чтобы он лопнул. И у кого-то лопнул, у кого-то не лопнул, кто-то не стал надувать, кто-то даже не взял. Я говорю, вот вам подходы, почему люди не достигают успеха. У вас у всех был потенциал, чтобы шарик лопнул. Лопнувший шарик – это метафора успеха. Но посмотрите, некоторые из вас надули шарик наполовинку. Ну что, силы кончились? Я говорю, подавляющее большинство людей не достигает успеха, потому что просто не доводят дело до конца. Как только им становится трудно, или как только они видят, что результатов нет, а усилия они прилагают, они просто перестают пытаться и перестают действовать. Ну и фиксируются на том маленьком результате. Некоторые даже не пытаются начинать. Они все тянут, тянут резином, кажется, что они не готовы. Ну, шарик не начинают надувать. А некоторые даже не пользуются выпадающим шансом. Чем дольше человек может двигаться на пути к цели без видимых результатов, тем больше результатов он может добиться. А все думают, да, сейчас я выпущу первый рилс, и у меня, бам, миллион подписчиков. Да, или что-нибудь в этом будет? Ну, мне постоянно, чуть ли не каждый день пишут в директ люди. Они спрашивают, как так? Я выкладываю рилс, у меня подписчиков с них нет, там клиентов нет. Вот что я делаю не так, что мне делать? На самом деле вы все делаете так. Конечно, надо просто продолжить это как самолет. Мне нравится вот эта метафора, что чем больше самолет, тем длиннее требуется взлетная полоса. Если тебе нужно в соседнюю деревню улететь, то можно кукурузники туда как-то переправиться по грунтовой дороге. Но если нужно улететь на другой континент, то есть добиться большого результата, то взлетная полоса должна быть огромная. У меня тираж первых трех книг было 3000 экземпляров. Это ничего, чтобы нужно понимать. Да. То есть они растворились просто. Стандартный просто тираж. Первая книга 3000, вторая книга 3000, третья книга 3000, а четвертая книга 120 тысяч породных экземпляров. 120 тысяч? 120 тысяч, да. Это была книга, она называется книга, которой нет. Вышла как раз под псевдонималекс новок. Она была четвертая по счету. И я вот тогда понял, что если вы что-то хотите добиться, вам нужно не делать ставку на один решающий какой-то бой, одну решающую какую-то роль. Если вы музыкант, то нужно написать какой-то выдающийся хит сразу. Вы можете написать 20 миллионов песен, которые никому не нужны, но следующая какая-то одна, рано или поздно, так или иначе, станет хитом, потому что вы будете нащупывать свой стиль. Вы все равно добьетесь успеха, но просто можете не дожить до этого. Это же Эдисону принадлежит фраза о том, что он когда много всего перепробовал, у него ничего не получалось, он тогда сказал, это не то, что я сделал тысячу попыток придумать лампочку, которые облажались, а я придумал тысячу неработающих лампочек. То есть он поменял вот этот фрейм. Это относится к области мышления. Твой подход к тому, как ты рассматриваешь текущую ситуацию, от него зависит, действуешь ли ты дальше. Тебе принадлежит фраза интересная, это дискутирует с Брайаном Трейси, у него вышла книга «Выйди из зоны комфорта», и это выражение разлетелось, и большая часть людей его неправильно понимают. Они думают, что зона комфорта – это когда человек настолько успешен, что у него там все зашибись по жизни, вовсе нет. Человек может жить с клопами в однокомнатной хрущевке на краю географии, и при этом находиться в зоне комфорта. Зона комфорта – это то, где он освоился. Знаете, как говорят, плохо не то, что ты в заднице, плохо то, что ты там обои поклеил, интернет провел туда. Вот в чем проблема. Этот человек комфортно и нормально. А оказаться ему в четырехкомнатной квартире в центре Москвы может быть некомфортно, непривычно, незнакомо, непонятно как быть, как жить и так далее. Многие ребята, которые поднялись хорошо в деньгах, они думают, моя миссия – сделать жизнь моих родителей, которые меня воспитали, комфортной. И они начинают родителям покупать какие-то престижные машины, нанимать им домашний персонал, переселять их в апартаменты 200-метровые. И родители такие, господи, сынок, останови свои благодеяния, ты меня в гроб сведешь. Я не знаю, как управлять домашним персоналом, мне некомфортно, когда у меня на кухне. Я люблю сама готовить, там крутится какая-то тетка. Мамочка, вот тебе шофер, он тебя будет возить, куда тебе нужно. И мамочка такая, господи, когда же я умру наконец, когда ты перестанешь это делать. Им может быть некомфортно, непривычно. А ты говоришь следующую вещь. Надо не выходить из зоны комфорта, как рекомендует Брайан Тресси, покидать привычное, делать непривычное для того, чтобы добиться большего, а расширять его. Вот что ты имеешь в виду, поясни мне. Это такое сбитое выражение – зона комфорта. Я тоже понимаю под этим какое-то состояние души и тела, когда ты понимаешь, что происходит, когда тебе привычно, и ты, в принципе, нормально ориентируешься в том, что происходит. Мне кажется, Брайан Тресси, когда писал свои книги, я его обожаю, я был четыре раза на его тренинге, хотя он все четыре раза одно и то же говорил, я с удовольствием слушал каждый раз. Я четырнадцать раз выступал с ним на одной сцене. Ну, он крутой, безусловно. Просто сейчас немножко, мне кажется, другое время. После того, как, например, случился ковид и зоны комфорта вышли просто сразу все… Зона комфорта вышла. Да. С тех пор становится ясно, что нужно как-то по-другому смотреть на то, что происходит. Раньше, помните, были стратегическая сессия по бизнесу, планирование на пять лет вперед. Иди запланируй на пять лет вперед. Я скажу больше, это вызывало гомерический хохот консультантов, которые говорят, в смысле стратегическая? Так стратегическая или на пять лет? Что это за стратегия? Пять лет – это тьфу, один шаг. Двадцать, тридцать. Вот какими категориями должен мыслить бизнес. Да, когда устраиваешься на работу, кем вы видите себя через 10 лет нашей компании? Будет ли ваша компания через 10 лет существовать? Возникает вопрос. Теперь это вопрос того, чтобы расширять зону комфорта. Другими словами. Зону привычного. То есть осваиваться в непривычных областях. В хаосе. Правильно. Принимать решения в неопределенности. Социальные сети стали такой зоной дискомфорта адского. Я признаюсь, я сейчас освоился более-менее. Более-менее, еще не вполне. Но ты знаешь, все-таки для меня есть какое-то преодоление, какое-то принуждение, что ли. И я знаю людей, которые живут этим, кайфуют. Это очень видно. Я вообще за то, чтобы человек занимался только теми вещами, которые приносят ему радость и удовольствие. И тут два пути. Ну, либо выбирать такие вещи, либо то, чем ты занимаешься фатально, сделать источником удовольствия. Как? Как сделать ту работу, которую ты выполняешь, и что-то тебе не вполне окей, как сделать так, чтобы она тебе была в радости? Через дисциплину. Я не кайфую от того, что я снимаю рил с каждой день. Это не дает мне какого-то бау, удовольствия. Слава богу. Я думал, что ты просто… Это не мое предназначение. Я просто делаю то, что выгодно в конкретных условиях. Я понял, что рил с это работа, рабочий инструмент, что он дает результат и крутой. Но в день, когда выяснится, что рил с перестали работать, а такой день, может быть, наступит в 2024 году, когда все их будут снимать, количество загруженных роликов превысит количество зрителей, которые их смотрят. Но пока этот момент не наступил, это дело. И очень прагматично в этом смысле. Будет новая соцсеть, она будет востребована, я окажусь там. Не потому, что я от этого кайфую, а потому, что я понимаю, что это правильные действия. Это как ходить на тренировки. Я тренируюсь по утрам, мне в лом вставать туда. Мне в лом туда идти на бокс. Но я туда иду, потому что я понимаю, что это правильные действия. Я после себя буду чувствовать хорошо. Дисциплина избавляет тебя от необходимости вот этого колебания и нравится, не нравится. Каз Дамата. Каз Дамата – это тренер Майка Тайсона по боксу. Самый первый, который сделал из него в итоге чемпион. Он, правда, не дожил до чемпионства Майка Тайсона. Но, тем не менее, он сказал, что именно это и есть определение профессионала. Профессионал – это человек, который способен делать дисциплинированно нужные вещи, которые базово он делать бы не стал. До тех пор, пока у мозга есть возможность съехать с какой-то темы, он будет стараться съехать. И здесь очень важный момент есть. То, что мозг, когда съезжает, ну, например, с ежедневной съемки Reels, он не говорит, ты никогда не будешь больше снимать Reels. Мозг хитрый, и он скажет, давай просто завтра снимем. Ты обязательно снимешь Reels, еще будет очень много. Просто не сегодня. Сегодня ты устал, сегодня к тебе приехали родственники. У тебя нет идей, что записать. Да, завтра все будет. И в итоге завтра, переходит послезавтра, и так огромное количество я видел ненаписанных книг. У меня большой литературный круг общения. Я вижу людей, которые начинали книгу, они стартовали на энтузиазме. Потом у тебя наступает момент, когда света в конце туннеля еще не видно, а стартовый запал уже прошел. И в этот момент человек говорит, ну, ладно, я буду писать. А там наступает. И так как назло. Либо наступает Новый год, либо отпуск, либо приезжает мама, либо рождается ребенок. Тебя что-то отвлекает. Потом ты уже не можешь вспомнить, на чем ты закончил. И гарену синим пламенем. Диссертации недописанные, книги неизданные. Но есть хорошая новость. То, что в какой-то момент, у меня это наступило месяца, по-моему, через 3-4 ежедневного постинга рилзов. Это становится привычкой. Это становится, как зубы почистить. То есть ты не думаешь, о, черт возьми, опять новый день, опять надо чистить зубы. Да нет, ты идешь, занимаешься своими делами, между делом почистил зубы, пошел дальше. И здесь тоже, ну, просто надо рил снять. Ага, ну, написал, что-то там снял. Это делается быстро. Где ты берешь идеи, о чем написать? Я произвожу какое-то адское совершенно количество контента, и при этом у меня бывает, что я должен сейчас сказать такого, что будет людям интересно, что будет им полезно и так далее, и что будет мне конгруентно. Ну, самое простое, что можно сделать, это спросить себя, а кто моя аудитория? Я в свое время выбрал прям, что моя аудитория? Ты производишь тысячу рилзов в год. Это тысяча юнитов. Нет, нет, 365 в год. Это тиктоки по три в день выходили, а рилз я делал один в день. Ну, короче говоря, ты делаешь, ну, какой-то, ты все равно, так или иначе, в разных соцсетях, это же разные штуки, ты производишь там сотни юнитов информации в год. Вот сотни, и они не должны повторяться, они не должны быть продолжением друг друга, потому что никто не следит за этим, как разворачивается логика. То есть тебе нужно какой-то юнит информации придумать и там за 15, 30, 60 секунд его выдать в динамичной манере, где ты их, вот как ты их рожаешь. Или, я смотрю, я говорю просто иначе, как человеку найти этот способ генерирования этих юнитов информации? Ну, несколько способов, как мы создаем идеи. Первое, это ставишь себя на место клиента или просто вот целевой аудитории, и думаешь, а что было бы интересно, какие есть ожидания, ложные ожидания, кстати. Вот, например, в книгах ложные ожидания, то, что издательство будет продвигать вашу книгу. Это не так. То есть человек, который никогда книги не писал, он думает, что издательство, но они же зарабатывают. Они заинтересованы. Да, они заинтересованы, им пофигу вообще. И вот если ты делаешь ролик об этом и объясняешь, почему и как это работает, то человек, которому интересно написание книги, он поймёт, что ты в этом разбираешься. Это первое. Второе, можно посмотреть, что делают другие не в плане того, чтобы взять и скопировать один в один, а чтобы смотреть, какие темы больший отклик находят у людей. То есть определить, например, вы видите, что у какого-то эксперта, вы психолог, и видите, что у другого психолога очень круто выстрелил ролик про то, как побороть синдром самозванца. Дайте свой способ, как побороть синдром самозванца. Наконец, третий, если у вас хотя бы какая-то аудитория есть, если вы ведёте Инстаграм или Телеграм или любую другую соцсеть, вы всегда можете у людей спросить, что вам интересно, на какую тему вы хотели бы от меня ролик. Потому что если вы даёте интерактив, это всегда пользуется успехом. Если вы отвечаете на вопросы людей, в этот день у вас всегда будет больше охвата. Скромность – это самый быстрый путь бедности и написано в твоём посте в Телеграм-канале. Я согласен с этим. Объясни, пожалуйста, эту мысль. Скромность, вроде скромность украшает… Так говорили нам, да, на самом деле так. Я считаю, опять-таки, что вот я родился ещё во времена СССР в 85-м году. И моё детство пришлось на 90-е, и отец всегда мне говорил, что работа говорит сама за себя, ты просто делай работу. Я действительно просто писал тексты, писал книги. Я ждал, что меня заметят. Вот у меня годы ушли на то, чтобы кто-то меня заметил. Я смотрел фильмы, самый хреновый из них – это «Области тьмы». Там, если кто не смотрел, такая история, что Брэдли Купер в главной роли, он там съел таблетку для усиления работы мозга. И за ночь написал книгу, и там есть такая сцена, что он приходит домой, у него на автоответчике 12 издательств, которые прочитали, и дай нам срочно. То есть вот он проснулся в знаменитом фильме. В реальности так не происходит. Я понимаю, что если я написал книгу, но никто не знает о том, что она существует, ну, как бы, значит, её никто и не прочитает. — Томас Эдисон был хорошим пиарщиком, и его все знали, а Никола Тесла был плохим пиарщиком, но хорошим изобретателем. Ценность его работы выше, чем ценность работ Томаса Эдисона. Но Томас Эдисона знает весь мир, а Никола Теслу недавно совершенно… — Теперь тоже знает весь мир? — Да, но его совсем недавно вытащили на сцену, буквально он никогда не был number one. Это к чему? Что ваши профессиональные способности, если о них никто не знает, не имеют шансов быть воплощен в микс. — Ну да, то есть, по сути, очень важно работать постоянно над своей узнаваемостью. Нам говорили, что нужно быть скромным, что работа говорит сама за себя. Работа сама за себя не говорит, вы должны говорить о своей работе, вы должны говорить громко о ней, что вот, я могу это сделать. Потому что если вы профессионал в том, что вы делаете, но вас при этом никто не знает, тогда люди, которые могли бы купить у вас, они пойдут к тем, у кого ниже квалификация, просто потому что они не видят других вариантов. Простой пример. Есть диетолог, который помогает людям составить рацион, и они там худеют без диет особых и стабильно. Вот этот человек, если он просто будет снимать рилс, рассказывая о своих правилах питания и показывая фотографии до-после своих клиентов, он при этом может одеваться, как все. Не важно, как он выглядит вообще. Ну, наверное, только стройный должен быть, да, сам. Но при этом все остальное может быть совершенно скромным. Человек обязан сказать, я вот такие результаты даю. Если вы хотите такой же результат, приходите ко мне, почитайте вот эту мою, не знаю, бесплатную книгу, PDF, другие ролики. И тогда здесь для чего делается? Для того, чтобы профессионали узнали новые люди, они поняли, что он эксперт в том, что он делает, и всем от этого хорошо. Вин-вин. Эксперт получает нового клиента, клиент получает решение проблемы. Сейчас блогеры – это просто все, кто так или иначе проявлен в соцсети. Любой эксперт. То есть мы можем взять высокооплачиваемых психологов, которые снимают рилс, которые в сторис выходят, анонсируют свои выступления и так далее. И это, по сути, блогерская работа, потому что они ежедневно постят контент. Человек, который начал проявляться в социальных сетях, который начал рассказывать о своей жизни, который вытащил наружу то, что вроде бы всегда остается скрытым от общего взора, который по расписанию пишет сторис, рилс или видосы для ТикТока, подвергается ли он угрозе профессиональной деформации? Я подчеркну, что профессиональная деформация – это неплохо, нехорошо. Эти категории здесь неприменимы. Просто накладывают отпечаток на те области жизни, которые не связаны с профессиональной деятельностью, как, например, семейные отношения, отношения с друзьями, ну и так далее. Человек, который проявляется в социальных сетях, стал проявляться более активно. Подвержен ли он какой-то деформации и как это может сказаться на его жизни? Самое главное – это то, что работа в соцсетях – это работа. Мне периодически люди пишут, что вот мне некогда снимать рилс, я бы и хотел, может быть, но сейчас не получается, потому что у меня есть работа. Рилс – это самая важная работа, которую можно сделать, потому что от нее зависит, какое количество денег вы можете получать. И в этом смысле моя профдеформация – это просто постоянная готовность что-то выдать в эфир. Ну, например, я недавно в Дубае вышел на балкон своей квартиры, которую я арендую, и увидел шоу дронов. Это когда несколько сотен беспилотников разные фигуры составляют, потом они меняются, как вот в калейдоскопе, только вот из дронов. Я первое, что сделал, это я достал телефон, снял себя на фоне этих беспилотников, показал там минутку, как это все происходит, выдал в рилс и набрал четверть миллиона просмотров сразу, моментально. Просто потому что я вышел и сразу увидел, и тут же достал, это рефлекс. Но в этом случае ты решил в себя радость и созерцание? Может быть, да. Потому что в это время ты работал вместо того, чтобы кайфовать. Правильно, но я добавил в себя радость созерцания 250 тысяч просмотров на своем ролике. Поэтому я считаю, что теперь нужно относиться к аккаунтам в соцсетях не как к какой-то блаже или а-ля блогерству, а это просто вот медиахолдинг. Есть у человека Инстаграм, Телеграм, ну, например, Ютуб еще. Это средства массовой информации, а ты главный редактор. Ты определяешь редакционную политику, что там выходит, когда, на какую аудиторию. Потому что у всех радиостанций есть свое позиционирование. Это про бизнес радиостанция, вот это там семейная, дачная, для автолюбителей и так далее. Вот, про что вы? Уверенность в себе и успех. Ну, мне кажется, тут нечего, тут нет вопроса, потому что уверенность в себе и успех взаимосвязаны. Это понятно. Человек неуверенный в себе не имеет шансов на успех. Не кажется тебе, что когда человек не проявляется в социальных сетях, довольно часто за этим стоит неуверенность в себе, которая маскируется, типа, скромность или так как-то нехорошо, неловко, неправильно. Здесь еще есть одна частая история, это когда люди не хотят быть как все. Ну, то есть, вот все вокруг ведут Инстаграм. А у меня нет аккаунта. Да, вроде ты как уникальный. В начале двухтишних люди похвалились, что у меня нет мобильного телефона. Да, чем тут хвалиться? Ну, сейчас таких меньше стало, которые вообще ничего не ведут, потому что, ну, прям тяжело, да, если ты особенно на себя работаешь. Но в целом, я вот периодически вижу, люди говорят, я не хочу снимать Reels, потому что вот все снимают Reels, все вот так же стоят, и как бы, что я буду, вот как все, что ли? А почему все снимают Reels? Именно потому, что люди любят такой формат. Именно потому, что они, зрители этого, и хотят. Способ рождает предложение. Конечно, да. Поэтому нужно смотреть немножко тоже здесь прагматично и делать то, что востребовано. Вот надо Reels. Я вот человек, который писал книги, продолжает делать, мне с 11-го года минимум по одной книге каждый год выходит. А скажи, книги вообще влияют на личный бренд? У меня иногда создается впечатление, что все, ну, как бы книги отжили свое, как канал коммуникации и как социальный капитал. Да, ну вот я поэтому и добавил Reels к книгам, к своим, потому что понял, что их одних, ну, зачастую недостаточно. Но это не значит, что они не работают, потому что прочитанная книга, то есть 20 тысяч читателей книги и 20 тысяч зрителей на Reels на одном, это не одно и то же. Степень коммуникации, глубина вовлечения сильно больше в книге. Если человек прочитал вашу книгу, то вы для него почти как родственник. Может быть такое, что человек в социальных сетях успешен, а в жизни закрытый некабельный интроверт. Или так не бывает, или человек одинаков и там, и в реальной жизни. Вот ты говоришь, будь собой. Ну, вот я интроверт. Вот я интроверт. Я называю это по-другому. Я экстраверт по принуждению. Ну, то есть, если нужно... То есть, всё-таки будь собой, не вполне всё-таки собой. Это всё равно тоже я. Ну, то есть, я когда общаюсь с родителями, я один. Я, как бы, вот сын для них всегда буду. Если я общаюсь со своим сыном, я для него отец. Это не похоже, вот, модель общения, когда я с отцом говорю, когда я с сыном говорю. То же самое здесь. Выступление на сцене, прямой эфир, какой-то запись, ревоза и так далее. Это всё равно другой некий режим рабочий. И я могу в этот режим входить, но при этом, если у меня выходной, я такой, я хоуми, я буду дома сидеть, я поиграю в приставку, я почитаю книжку или там какой-нибудь сериал посмотрю, меня не тянет тусить. Хотя в соцсетях я проявляюсь как человек, который активно их ведёт. Семья, ну, согласно статистике, семья – главный источник проблемы конфликтов в жизни человека. Семья. На втором месте – работа. Ты взял и совместил две топ-среды, которые порождают конфликты между людьми. Как вы разруливаете конфликты? Без конфликтов не бывает отношений, что бы мне ни говорили, либо отношений нет. Как вы разруливаете конфликты? Есть у вас какие-то правила, какие-то принципы? Как это происходит у вас? Мне очень сильно с женой повезло, что она человек по своей природе неконфликтный, и она всегда все углы сглаживает. Если возникает какая-то ситуация, где разные точки зрения, она всегда стремится её проговорить сразу. И обычно, если два человека друг с другом уживаются какое-то количество лет, то у них уже есть некие инструменты, как друг с другом договариваться. Ты не представляешь, сколько раз в этот микрофон гости моей студии, я практически всех спрашиваю о семейной жизни, о принципах и так далее, потому что считаю, что успех неразрывно связан с благополучием человека в отношениях. И тут нет тоже общего шаблона, что у всех должна быть жена и четверо детей, или муж и четверо детей, такая модель. Здесь были люди, у которых нет стабильных отношений, тем не менее я их спрашивал о роли, значения и так далее. И ты не представляешь, сколько раз в этот микрофон люди говорили, мы в гармоничных отношениях и у нас всё хорошо, потому что у нас есть принцип сразу проговаривать своё недовольство чем-то, несогласие с чем-то, не носить в себе, не накручивать себя, а сразу высказывать в экологичной, неоскорбительной форме друг другу. Похоже, мы нащупали один из лайфхаков благополучных отношений. Ну а у вас как? Вот у вас много детей, вы давно тоже в браке. Мою жену никак нельзя назвать неконфликтным человеком сглаживающим углы. Наоборот, она может угол создать там, где всегда было. А у неё четыре угла у мяча. Она абсолютно идеалист в том смысле, что она стремится к идеалу. И любые шероховатости... Это я понял, когда мы книгу делали, кстати. Это она страшно переписывала три раза книгу, если не больше. Она всегда была... Я до сих пор недовольна. Книга блестящая, я знаю, читал её. Но и многие люди такие, вау, там, я вдохновляюсь. Вчера мне только говорит, передайте Ане привет. Я вдохновлялась её книгой. У неё такая книга, такая книга. Очень рекомендую книгу. Легче воздуха называется. Анна Видуэцкая автор. Муж автора, Радислав Гандапас. И первый читатель, цензор и так далее. И мне её буквально приходилось уговаривать довести книгу до издания. Она всегда находит несовершенство. И это заставляет меня гордиться. Потому что раз она заведётся на десятки лет, так относясь к миру, выискиваясь везде недостатки, и мы остаёмся вместе, это значит, ого, не так-то много у меня недостатков на самом деле. Секрет прост. Мы любим друг друга. Нужно разговаривать. И нужно разговаривать не только о том, вот, у ребёнка сыпь, надо позвонить Марии Николаевне, спросить, куда его... Ну что, куда поедем в отпуск? Это всё рутина, это быт. Надо опускаться на более низкий уровень. Люди сходятся и расходятся по ценностным вещам, по ценностям, а не по быту. Поэтому разговаривайте друг с другом. Мы помним и несем через всю жизнь воспоминания, как мы были предоставлены сами себе на несколько часов. И в Таиланде, родив третьего ребёнка и уже, блин, выпутавшись из этой истории, мы убежали на две недели в Таиланд, оставив бабушкам и няням детей. И мы не могли наговориться, сидя у моря на лежаке, и мы из горлышка пили белое вино на закате. Закат потом перешёл в луну, потом чуть ли не перешёл в рассвет. Мы несколько часов сидели и говорили друг с другом о жизни, не во всём будучи согласны друг с другом, о каких-то глубоких вещах. Это было прямо непередаваемо. Мы повторяем этот опыт, но, конечно, несколько часов... А детям сколько лет было, когда вы уехали в Таиланд? Третьему ребёнка был ноль. То есть ребёнок только родился, и только его можно было оторвать от груди. Ну, сколько? Около года, наверное. Сколько она кормила. Ну, год, значит, да. Очень важно, когда ты что-то делаешь, ты мамонта убиваешь, чтобы дома у тебя были люди, которые это оценят. И скажут, ты молодец, ты у нас красавчик, ты вообще огонь. Слушай, ну, это не инфантильная история, ну, как бы, это же мужик брутальный, да, там, успех, там, пасть в крови. Я брутальный. Ну, не, вообще, вот вообще, там, мужчина, сильное существо, идёт, скажем, важно, чтобы его дома погладили и сказали, ты молодец, и котик, у тебя всё полы. Ну, доброзловые кошки приятны, конечно, это очень важно. То есть мужчина, это не какая-то машина по заколачиванию бабла и так далее. Мужчина, женщина, любой человек. То есть должна быть поддержка. Если ты что-то крутое сделал, и тебе говорят, вот ты сделал крутое, это всегда приятно. Есть такая мысль, принадлежит она Дмитрию Быкову, возможно, не он первоначальный автор, но от него я слышал, что Булгаков написал «Мастера Маргарита» не для нас с вами, а всего для одного читателя. И этот читатель – Иосиф Васильевич Сталин. И он очень чётко знал, что он точно прочитает этот роман. Роман написан, да, для одного читателя. Может ли быть такое, что мужчина все свои достижения адресует одному человеку на этой земле, женщине, которую он любит? А все остальные – это просто так получилось, что это увидели миллионы и заплатили миллионы за это. Ну, я считаю, что может быть по-разному. У кого-то это из-за любви, у кого-то из-за желания себе что-то доказать, у кого-то к этой миссии он реально в это верит и так далее. Ну, то есть, главное – найти вот это топливо, на котором ты можешь далеко уехать, и его использовать. И заправлять полный бак под пробку. Вопрос простой и непростой одновременно. Ты считаешь себя успешным человеком? В определенной степени, конечно. То есть, я считаю, что у меня есть результат, которым я могу гордиться. Это мои книги, мои релзы, результаты в соцсетях, да. Но это только определенный этап. Дальше нужно больше. Что для тебя означает добиться успеха? Это значит сделать что-то такое, чем ты гордишься, что приносит тебе одновременно удовлетворение деньги, и еще желательно остается на следующее поколение. И все это книги. Сейчас с тебя, чтобы все были рады и счастливы, квинтэссенция «Формула успеха» от Артема Синатрова. А я ее сегодня уже озвучил. Формула успеха – это делать свою работу в долгую. То есть, когда вы определились с тем, что будете делать, чем хотите заниматься, не сворачивайте с этого пути. Если вы решили, что вы писатель, пишите до тех пор, пока ваша книга не выстрелит. Просто каждый раз что-то экспериментируете и добавляете новое, чтобы не делать одно и то же. Если делать релз, то тоже в долгую. То есть, худшее, что можно сделать, это все время быть новичком в разных нишах и нигде не закрепиться. Найдите то, что вам дает ресурс, приносит удовольствие. Проверьте, чтобы рынок, как вам это было востребовано, и продолжайте как можно дольше. Вот такой рецепт. Формула успеха от Артема Синатрова, писателя, автора бестселлеров, 25 книг. Что тебе сказать? СММ-специалист, блогер, консультант. И просто хороший человек, наверное. Просто хороший человек. Спасибо. Спасибо. Спасибо.